Сегодня говорили с адвокатом Надеждой Буяновой Это какая-то новая история, Ольга Евгеньевна Может вы знаете Передали в СИЗО и 20 кило соли Это не новая история Это история Она началась на самом деле в Беларуси Когда там политзаключенным начали передавать Мешки гнилых яблок Гнилой картошки и так далее У нас уже троих политзаключенных Надо сказать, все три женщины Передавали воду Это Надежде Росинской в Белгородское СИЗО Она активистка, которая помогала Как волонтер беженцам Ну, собственно, помогала уехать в Грузию Помогала украинским перемещенным лицам Самым разнообразным Такое уже было И вот сейчас это третий случай с солью Обычно передавали, передают воду И здесь вообще совершенно справедливо Пишут специалисты и по тюрьмам И, собственно, сидевшие женщины Что вот такой передачи на самом деле Без сговора быть не могло Потому что человек, который принимает Эту передачу, прекрасно понимает Что там 20 килограмм соли Или 20 литров воды, например Он прекрасно понимает, что происходит И он может отказаться взять посылку Или он может прийти с этой посылкой И сказать Гражданка Буянова Вам вот пришла посылка Это 20 килограмм соли Будете брать или не будете У нее есть возможность отказаться И расписаться за то, что он не берет Или не расписываться вообще Потому что есть акт передачи Было сделано все для того, чтобы Был закрыт этот самый лимит И надо сказать, что вот эта вещь Подлая Подлейшая, конечно, совершенно Она вообще начала распространяться Только в общем Только в 24-м году Это вообще вот ноу-хаус совсем Это могли сделать когда угодно То есть правила тюремные Позволяли это сделать 10 лет назад Позволяли это применить В отношении к Навальному, например Или еще что-нибудь Но это происходит вот сейчас Какое-то вот такое Движение мерзавцев образовалось Это есть, да Страшная подлость Страшная подлость Можно же Ну, я не знаю Сами же тюремщики всегда могут сказать Нет, не будем принимать еще что-то Конечно Конечно, они могут это сделать Естественно, они могут сделать все для того Чтобы женщина догадалась Не принимать эту посылку Потому что, да Если ты отказываешься категорически Тебе это не входит Вы обязаны это отдать Отправить отправителю В любом случае Но вот это все Кончается Все эти правила кончаются в ИК Если в СИЗО Даже вот если ты принял посылку И у тебя закончился лимит Но этот лимит можно добить Ларьками И Можно это Можно исправить То есть Можно снабжать Нормальным, хорошим питанием Узник Находящегося в СИЗО То в колонии Это уже невозможно Уже все Приехали А почему Там только как бы Вот этот лимит Который ты можешь передать И если этот лимит Условно говоря Исчерпали То все Да Там все Этот лимит разный Зависит от режима Соответственно Ну у женщин Не бывает строгого режима У них только общий режим И колония поселения Если брать общий режим То это 20 килограмм Посылка Раз в два месяца Если обычные условия Если там строгие условия Там чуть по-другому Ну в общем Это 20 килограмм На два месяца Надо положить Извините Мыльно-рыльное То есть там предметы гигиены И какую-то там Черную футболку Там теплые носки Салфетки Влажные салфетки Прокладки Зубную пасту Ну что-нибудь поесть И учесть Что Чек делится Да Не каждому приходят посылки Ну и скорее всего Что-то еще и вынут Обязательно Или из воровства Или из Нельзя Например там Сушки посыпанные маком Да Нельзя Или чай с бергамотом Бергамот белого цвета Нельзя Я просто хотел бы Тут нас спрашивает в чате Марина Амельяненко Скажите А в чем прикол с солью Я не понимаю Друзья Я просто быстро объясню Что 30 килограммов Передачек У вас 30 Передали Буяновой А всего 30 Да 30 килограммов Передачек Можно передавать в месяц 20 передали Осталось 10 10 это все равно Конечно Слава тебе Господи Хоть что-то осталось Но главная еще Причина заключается в том Что если например Буянову будут переселять Она скорее всего Должна будет Ну как бы Эти 20 килограмм соли Тащить с собой Вряд ли кто-то ее забегет Не знаю Насколько Может быть Вот вы Ольга Подскажете Насколько она Реально Оставить Или сдать Или выкинуть Эти 20 килограммов Соли Для Буяновой Я думаю Что после скандала Она сможет Решить этот вопрос Ну а так-то Так-то нет Насколько Было Подтащить А я хотел У вас спросить Просто вы Так как много Имели практики С СИЗО И с колониями Просто Ну я честно Я хотя занимаюсь Судебными процессами Я впервые вижу Такую подлость И даже несмотря на то Что я занимался Белоруссией Я видимо Как-то упустил это А что-то подлее Вообще вы встречали В своей практике Положить В посылку На видное место Пакетик с травой О господи А это они Как бы Чтобы Я не знаю А ты ее к ней Притрагиваешь Или просто Ты берешь эту посылку И тут же тебе говорят Ага Да Да И это сразу Второе уголовное дело Получается Ну если Если кому-то Это усиленно надо То да Офигеть А как они То есть они А какая логика Они же должны были проверить И как бы это все изъять Если оно там было Да Совершенно верно Приходит посылка Ее при тебе Как бы досматривают Передача Передача тебе Пожалуйста С целью Видимо Распространения А И они То есть человек Который пришел Посылку нести Они его тоже могут Спокойно закрывать Ну конечно Конечно Продолжение следует...